пролагается немножко пролагается все пролагалось амаль так ну давай рассказывай пришел хотел учиться петь но вообще сегодня пришел чтобы понять насколько стоит ли вообще стоит ли вообще заниматься вокалом ну да в том плане что ни один хрен буду этим заниматься потому что мой родитель связан с этим очень плотно мне интересно все-таки насколько я предрасположен к тому чтобы петь хорошо о чем занимаешься гитаристы играю в группах пишу музыку ну короче музыку делаешь так я извиняюсь сейчас кошка бесится и выкину нахер из комнаты проблема решена так ну давай сейчас узнаем чего кого ты можешь чё как ты поешь твоя задача будет немножко попить что-нибудь мне буквально может быть секунд 30 попоешь что тебе в голову приходит вообще мужа капельно без всяких инструментов может инструментом вообще как хочешь с инструментом давай 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 у ночного огня под огромной луной темный лес укрывал на зеленой листвой я тебя целовал у ночного огня я тебе подарил половинку себя свет далекой звезды песни птиц до утра ты смотрела в глаза мои шептала слава ты не верила мне но любила меня я оставил с тобой давай сейчас давай пока закончен да но ты попадаешь но ты попадаешь еще и резонацию подключаешь на носовую это неплохо то что ты с ней много работаешь от хорошо есть момент у нас немножко с дыханием во первых с тем что у них хватает иногда тебе из этого пения кажется немножко нелегким а вот таким знаешь это будто бы тебе на некоторых моментах тяжело есть такое ощущение будто бы ты перегружаешься на некоторых моментах вот так вот тяжко сейчас гитарику поднастрою и вот это уже то танцы минус принципе мы можем разобрать сегодня как пример пример всего и на ней же некоторые упражнения мы с тобой сделаем сейчас потому что песню потому что песня достаточно интересно ты поешь ее в оригинале до времени она у тебя да да отлично так да господи фигово настроил ладно квинтами поиграю будет почище моменты объясняю у ночного огня под огромной луной с этим моментом мы с тобой разберемся давай еще раз попробуй пропеть этот же момент заново сейчас с тобой без всяких распевок попробуем начать вот именно как а как ты начал пропой мне вот эту вот первую строчку будем ее разбирать у ночного огня под огромной луной еще раз сделай еще раз у ночного огня под огромной луной стоп теперь смотри давай разбираемся с тем что ты будешь тут делать чувствуешь как у тебя очень много воздуха пролетает мимо вообще твоих связок образно выражаясь то есть ты начинаешь даже с первой же фразы по сути везде ноты то ты берешь верные то есть проблем с попаданием в ноты с интонированием у нас нет с этим все хорошо есть моменты как раз таки у нас с выдохами выдохи и наборы воздуха то есть у ночного видишь у ночного у тебя уже сразу идет выход воздуха лишний дальше у тебя его уже становится меньше под огромной луной тёп у тебя вот на каждый новый гласный большой именно начальный у тебя начинается выброс воздуха как бы лишний чрезмерный я бы на том месте его сохранил да и увеличил под связочное давление немножко чтобы песня звучала чуть более естественно то есть выходил звук чуть более короче чтобы было легко попробуем еще раз я тебе постараюсь объяснить сейчас чуть более детально в чем проблема попробуй еще раз спой да и постарайся не выплескивать весь воздух перед началом фразы у ночного огня под огромной луной еще раз начни у ночного огня под огромной луной хорошо ты еще можно заметить еще один момент у тебя что у тебя гласные очень широко так звучат но из-за того что ты резонируешь через нос это кажется очень странным то есть у тебя такой идет ты поешь много песен на английском или нет я на английском вообще не поешь да такое ощущение складывается будто ты всю жизнь пел на английском на самом деле почему она возникает потому что у тебя хорошо звук выходит через нос это нормально то есть ты хорошо с ним взаимодействуешь тебе нравится назальная резонация ты в ней чувствуешь себя комфортно ну вместе с ней то есть если бы ты то же самое пел на английском буквально представь эта песня у нас звучит на английском что-то она у тебя бы звучала прямо аутентично очень но так как песня звучит на русском в ней хочется сделать гласные все большими широкими такими открытыми то есть ты можешь взять у ночного огня под огромное лун ты вот это а у тебя вот звук а из-за того что он не выходит через нос нормально вот ну самогласная а она не особо дружит с носом то есть нам нужно стараться делать ее чуть более узкой чтобы она звучала так вот монолитно со всеми остальными звуками и вот base касательно остальных таких же больших гласных то есть у ночного огня вот вот везде где есть буква а о и вот большие буквы такие как они очень таки широкие они большие они не идут в нос то есть они опшим не использует мягкая неба ну вообще во принципе при произношении гласных не испанка мягкая небо не используются вот эти вот моменты которые направляют воздух в нос То есть нам наша задача постараться сделать так, чтобы эти гласные у нас звучали чуть более, так сказать, узко. Попробуй воспроизвести, насколько ты это понял вообще. И трать поменьше воздуха. Попробуй. У ночного огня. Ты понял, да, о чем я? Ты заметил этот момент, это хорошо. Здесь смотри, в чем проблема. Как нам вообще выровнять все это вместе в одну большую сплошную сосиску, чтобы она прям звучала одинаково на всех моментах? Нам нужно найти основной звук, который мы будем с тобой использовать практически везде. Как ты начинаешь? Начни еще раз. Просто начни. У тебя звук здесь немножечко такой, чуть-чуть ватненький. Он неплохой, его у тебя легко исправить. Попробуй вот здесь немножко связки поплотнее сомкнуть, чтобы звук был чуть-чуть более таким готовым к использованию. Вот такой. У ночного огня. То есть чуть-чуть более острым сделай голос в этом моменте. У ночного огня. Ага, видишь, как ты воткнул прям букву, потеряв почти весь воздух. У ночного огня. И все. Сразу уплывешь потом. Если будет большая нагрузка, если бы эта песня была не танцы минус, да, половинка, если бы это была песня чуть более, говоря, воздухозатратная, на динамике, на большой, еще где-то, то ты бы не допел страничку до конца, скорее всего, при таком использовании воздуха. Тебе бы пришлось что-то придумывать помимо этого. Старайся, когда ты издаешь вот эти первые гласные звуки, делать их без вот такого начала, то есть без подъездов. То есть у ночного огня. Понял, да, о чем я? То есть сразу. Они начинаются будто бы из ниоткуда. У ночного огня. Хорошо. А теперь сделаем звук чуть более острым. Как раз-таки об этом я и говорил при смыке связок. То есть. О-о-о. Чуть больше назальной резонации сейчас сделаем. И плотность связок, смыка сделаем чуть-чуть повыше. О-о-о. У тебя, видишь, у тебя он как бы. У-о-о. У тебя вот будто ты поешь все время. У ночного огня. Вот еще чуть-чуть и будет субтон. Еще чуть-чуть и будешь шептать. А нам нужно наоборот сделать так, чтобы связки были полностью сомкнуты. Смотри, сейчас сделаем такой момент. Представь, будто тебя толкают в лицо, а ты сопротивляешься. Вот такой момент. Чтобы вот эти мышцы, косые шеи у нас напряглись. Чуть посильнее. Не прям, чтобы было перенапряжение, но чтобы ты понимал, что у нас от этого зависит плотность сжатия связок. Плотность звукоизвлечения. Еще раз попробуем. Вот с этим вот моментом. Во. У ночного огня. Стоп, ну дальше уже не пихай вот эти слова, да. Но начал первую букву, ты прям хорошо. То есть она стала плотной, она стала звонкой. У ночного огня. То есть появились вот эти гармоники в голосе, наконец-то. От этого нужно отталкиваться. От ощущения плотности, жирности голоса. Там, где у нас больше гармоник, там звук, он просто красивее. Вот и все. От этого и будем с тобой стартовать. Еще раз начни, и я тебе скажу, когда мы остановимся на каком моменте. Просто начинай, давай. Это так не пойдет. Еще раз, только звук у начни без толчка воздушного. У ночного огня. Стоп. Вот здесь у нас уже идет немножко ломания, так сказать, всего. В ноту ты попадаешь. Связки мы смекать плотно умеем. Но это происходит несинхронно с нашей дыхалкой. Объясняю. Вот сейчас заметил момент, когда у тебя начал голос трястись. У ночного огня. На этом моменте у тебя все поплыло немножко. Нота буквально сменилась, позиция поменялась. То есть ты стал чуть... То есть она буквально чуть-чуть ниже стала. Но из-за того, что связки на прежнем подсвязочном давлении стали немножко потолще, все, у нас все поменялось, все порушилось. То есть прежнее сжатие легких плохо начало дружить с другой формой связок. Из-за этого много воздуха стало проходить мимо, разность давления увеличилась. Из-за этого связки стали колебаться с разными частотой. Из-за этого нота стала вот так вот прыгать у нас. Чтобы это избежать, нам нужно синхронизировать наши связки, работу наших связок с работой наших легких. Здесь уже, да, идет работа подсвязочного давления. То есть нам нужно быть здесь плотным. Плотным звуком. Давай еще раз споешь это же самое, но вот на моменте. У ночного огня. Немножко здесь увеличь. Приподними язык. Приподними язык вот на этой ноте. Будто бы. У ночного огня. Вот, да, сейчас ты сделал примерно то, что нужно. Что мы сейчас с тобой сделали? Смотри, объясняю. Когда ты приподнимаешь немножко корень языка, у нас сужается пространство голосового аппарата здесь. Из-за этого, сам понимаешь, что выход воздуха становится чуть более узким. То есть давление подсвязочное повышается. Ведь ему нужно пройти через уже чуть более узкое пространство. И поэтому связки становятся... Ну, поток воздуха становится равномерным. И поэтому связки начинают колебаться с одинаковой частотой. И начинают меньше болтаться вот все эти моменты. Они начинают болтаться гораздо меньше. Становится проще. По факту. Все. Воспроизводить. Попробую еще раз так же. И вот на нотах, которые ты понимаешь, что сейчас будешь немножко вот неуверенно себя чувствовать, немножко сужай голосовой аппарат. Меняй позицию, так сказать. То есть нам нужно понять, что у каждой ноты и гласной может быть своя позиция. Что оно все меняется. То есть наш голос, он подвижный. То есть он не всегда звучит как одна нота. То есть ноты меняются, но помимо нот меняется и все остальное. То есть все положения мышц, они всегда разные. Нам нужно приучить свой голосовой аппарат меняться в зависимости от ноты, в зависимости от части песни. Попробую еще раз. И на моментах сложных немножко перестраивайся. Специально. У ночного огня под огромной луной Темный лес укрывал На зеленой лист твой я тебя целовал По аккордам немножко поехал, но это неважно. Неплохо было в целом. Но давай вернемся в начало занятия. Там, где мы говорили про буквы А. Про вот эти открытые гласные. Они не идут в нос. Поэтому их нужно стараться специально запихать чуть-чуть в нос. То есть процентов, не знаю, 20-30 этих глаз должно быть в носу. Образно выражается. У ночного огня под огромной луной Будто бы специально превращаешься в боярского, короче говоря. Если ты понимаешь в джиме. Вот давай попробуем. У ночного огня под огромной луной Темный лес укрывал На зеленой лист твой я... Остановись. Хорошо. Только старайся везде сохранять одну и ту же динамику. Представь, что у тебя на голосе висит компрессор, который не позволяет громкости быть вообще разной везде. То есть везде она одна должна быть. Более-менее. В среднем. А у тебя сейчас получается так, что на этих же открытых глазах... Сейчас покажу тебе пример. У ночного огня под огромной луной выезд. Они у тебя будто выстреливают, так знаешь, громче всех. И дальше ты идешь, как ничего не бывало. И слушатель такой, что за херня сейчас была? Не понял. Давай по-новой. Вот то есть старайся делать так, чтобы у тебя не было вот этих выстрелов резких. Раз звучишь спокойненько, так и звучи спокойненько. А я попробую еще раз. У ночного огня под огромной луной темный лес. Стоп. Стоп. Становлю. Связки. Сомкни нормально, как мы и договаривались с тобой. То есть немножечко напряги вот эти вот косые мышцы, чтобы они твои вот эти черполовидные хрящи, которые находятся сзади, немножечко сомкнули вместе. Они вот сойдутся вместе. И тогда тебе станет полегче смыкать связки, чтобы не было нигде лишнего воздуха, нигде, чтобы он не выходил пока что. Да, с художественной точки зрения, возможно, это прикольно, но пока что будем учиться не выпускать лишний раз его. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Молодец, остановись. Вот сейчас уже было гораздо лучше. Хорошо. В целом-то неплохо, но звучишь, ты максимально не уверена. Поэтому есть несколько причин. Ты звучишь сейчас как вот такой, знаешь, средний вокалист русского рока. Вот то, что ты можешь выйти на сцену с этим вокалом уже и попеть. Без проблем как бы. Тебя будут слушать, тебя не закидают яйцами. Но большая пропасть сейчас между тобой и профессионалом-вокалистом, которую можно легко пройти и заполнить. Ну, не легко, но с практикой это все можно исправить. Либо остаться на прежнем месте и петь так же. То, как ты сейчас поешь, это неплохо. То, что вот эти маленькие нюансы поправишь и будешь, в принципе, петь неплохо. Но можешь гораздо лучше. То есть давай сейчас проверим немножко на других песнях, немножко на других моментах. Ты же не уйдешь здесь на октаву выше в этой песне, то есть. Или уйдешь. Сейчас, подожди, я подумаю, как тут можно сделать. Представим, что... Ну, давай второй куплет сделаем там. Как он начинается, помнишь, в этой же песне? Свет далекой звезды. А, точно, точно, все, спасибо. Смотри, мы можем взять здесь и немножко поорать. Я хочу посмотреть, как ты на большой динамике будешь справляться. Возможно, получится, возможно, нет. Потому что, ну, эта песня достаточно спокойная в целом. В ней нет вот таких резких скачков, переходов. Здесь очень все просто. То есть берем... Свет далекой звезды. Песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои. Читала слова. Вот примерно вот на этой октаве. Да, это не легко. Нелегко, короче говоря, в нее попасть. Но попробуй хотя бы войти в нее немножко. Начало, первые слова. Все, мы поняли. Связки работают. На этих высотах очень даже легко. Короче, гамму. Итак, гаммы. Пошли у нас, наконец-таки. Будем работать с ними сейчас. И разбираться, в чем мы где вообще находимся. А, у тебя там клавиши есть. Привыкует, да? Вообще пушка, вышка. Шикарно, короче. Нам нужно малая октава, сперва. Это первая. Это первая. Ну, давай на первой будем. Мне интересно. На самом деле, самое все интересное в первой октаве находится. Нужны пять нот. От до до соль. Вот я всегда так делал, в принципе. Наша задача сейчас с тобой на слоге на-на. Попробовать пройтись под ним вверх-вниз. То есть, так же, как я сейчас сделал. Попробуем. Оп, стоп. Смотри момент, какой сейчас у нас возник. Попробуй, во-первых, микрофон поближе пододвинуть, когда распеваешься. Потому что я хрен там что услышу. Еще раз повтори то же самое, что ты сейчас сделал. Смотри. Давай сейчас я тебе попробую сделать то, что ты сейчас сделала. Потом сделаю так, как более-менее нужно. Чтобы ты немножко услышал разницу. Твой вариант. Он здесь где-то находится. Ты понял, да, о чем я говорю? Угу. А нам нужен вариант. Чуть более открытый и понятный. Да, да, правильно соображаешь. Вперед. Вперед у нас здесь что выходит? Язык и в целом голосовой аппарат. Почему? Потому что когда ты приподнимаешь корень языка, выталкиваешь его вперед, у нас с тобой вместе с ним же, за ним же едет, у нас вот эта вот передняя часть гортани. Внутри. И она же сужает наш голосовой аппарат, позволяя ему принимать вот такие причудливые формы, из-за которых наш голос становится чуть более высоким. Ну, легче подадливым для высоких нот. То есть, вместо того, чтобы петь все на прежней позиции, вот выдавливая вот эти высокие ноты, вот так вот еле как, пытаюсь их достать. Мы с тобой просто берем, меняем форму голосового аппарата, и все становится проще. Понял, да, о чем мы говорим? Да, хорошо. Попробуем еще раз сделать точно так же. Попробуешь повторить то, что я сейчас имею в виду, а дальше будет уже видно все. Попытка неплохая. Уже неплохо. Старайся делать звук на высоких нотах чуть более противным, вот таким, знаешь, чуть более назальным. Прям да, выходи. Вот сюда, вот прям, вот не бойся уходить сюда, вот в этот звук. Вот такой мерзкий, звонкий, визжащий. Попробуй. Неплохо. С одной стороны, с другой стороны, немножечко глуховато. Вот сам ощутил, что ты звук немножко увел назад все равно. То есть, вот сюда вот его немного увел, вот эта вот плотность, все равно не можешь от нее избавиться. Старайся делать звук как можно менее грудным, то есть сейчас. А как можно меньше в нем оставляя вот этого вот призвука, вот этого широкого звука, к которому ты привык. Прям делай его максимально противным, максимально звонким, вот таким носовым, прям вообще в боярского превращайся там наверху. Не бойся этого. Прям давай, вот максимально меняем твой голос, вот специально. Мы должны это делать градиентом, то есть с переходом. То есть первая нота у нас еще более-менее нормально звучит. То есть... Видишь, я прихожу от низкой ноты к высокой, вот с переходом, с градиентом вот этой вот, со сменой позиции. Давай я попробую еще раз. Сейчас ты более-менее правильно начал менять в правильную сторону, но ты не используешь нос в данный момент, хотя ты в песне его использовал прям очень хорошо. Сейчас я покажу, как у тебя получилось. Вот такой вот звук, немножко глухой. Немножечко не в ту сторону, в которой нам нужно. Тебе будет тяжело этим звуком управлять. То есть этот звук у нас немножко не будет поддаваться вот этим всем изменениям высотности. Зачем я вообще вот тебе говорю про смену звука? Это нам нужно для того, чтобы в будущем ты мог нормально уходить в микстовое звучание. То есть вот у нас первое до. Если мы делаем глиссанда наверх с правильным изменением голосового аппарата, то у нас получается мы спокойно можем бегать по всем этим нотам без всякого труда, без всякого вообще... Не потея, короче говоря. Не переключаясь с фальцетой или еще куда-то. А с тем положением, которое ты сейчас изобразил, будет немножко тяжело. Понимаешь, да, о чем я? Будет прям реально тяжеловато менять эту всю позицию. Поэтому постарайся немножечко, так сказать, менять голосовый аппарат в сторону звонкости, в сторону назального резонатора. Вот в эту вот стезю. Давай, попробуй туда еще раз залезть. Еще раз. Прям не, смотри, попробуй здесь пародировать склоничь Боба наверху. Вот реально, вот без шуток. Вот то есть постепенно, будто ты с повышением ноты превращаешься в мультяшку какую-нибудь. Давай. Вот сейчас уже было поинтереснее, потому что звук стал более звонким, следовательно, он стал чуть более подадливым. И так как он стал звонким, вот это значит, что у нас усузилось пространство еще сильнее, чем до этого. Еще сильнее. Попробуй еще раз так же сделать. Попробуй, попробуй. Да, он сейчас начинает слетать на этот фальцет, околофальцетный звук. Но ничего страшного. Вот этот звук, он достаточно неплохой получился. Его легче всего превратить в нормальный. То есть, да, он сейчас пока неприятный, он пока некрасивый, но этот же звук легче всего брать, потом и превращать в такой плавный, красивый, высокий звук. Чтобы он везде был таким красивым и аккуратным. Вот то, что ты сейчас сделал, было более-менее уже неплохо. А наверху, когда ты начинаешь, тебя начинают уводить вот в этот вот, как говорится, ловишь петухов, вот этот вот брейк ты ловишь, ничего страшного в этом нет. Это просто тебе немножко не хватило как раз таки сузить пространство еще чуть посильнее и добавить побольше подсвязочного давления. То есть, здесь на самом деле от этого тоже легко избавиться и уйти еще выше. Попробуй еще раз повторить, что ты сейчас сделал. Вот, видишь, ничего сложного не было в этом. Вроде как спокойно взял и изменил голос и поставил вот эти все ноты, взял. Попробуй дойти еще выше. Давай, дойдем с тобой не до соль, а до ля или до си. Попробуй. Еще раз. Тяжеловато идет, потому что сужаешь ты аппарат свой голосовой немножко не до конца. То есть, он может сжиматься сильнее, ну, сужаться. То есть, и звук может у тебя быть вполне себе выше. То есть, давай попробую еще раз на 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 хорошо а давай сейчас с тобой будем без нот это делать попробуем чтобы глиссанда от до 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 сделать ага вот видишь слушая брейков то не было то есть по факту ты сейчас ушел в микс нормально да он кричащий пока получился немножко форсированный то здесь нужно нам уже будет учиться работать с динамикой чтобы у тебя не было вот этого ора прям сильного чтобы все было вот так все было легко вот это уже с практикой работает то есть ты по сути ты человек поющий ничего страшного я то есть ты думал стоит не стоит дать или стоит этим заниматься то есть ты петь можешь вполне себе неплохо просто не всегда смущало как это все звучит я такой может принципе как бы то как она звучит это меняется даст тембром надо работать тут ты прав полностью то есть тембр нужно изучать нужно причем изучать его не прямо на занятиях я тебе говорю как петь тебе нужно по большей части слушать исполнителей разных попробуй послушать побольше зарубежных исполнителей именно вслушиваться в то как они свой звук формируют ртом и немножко по подражательством заниматься то есть немножко послушай по воспроизводи это самая главная тренировка твоего тембра потому что то как ты поешь зачастую очень сильно зависит от того что ты слушаешь если ты вот прям такой меломан слушаешь живешь музыкой а ты как я понял все-таки ну гитарист музыкой на ты и часто слушаешь всякие песни то есть ты должен себя понимать что то что ты слушаешь это зачастую то что ты воспринимаешь как чистую монету как надо вот если хочешь хорошо прям классно петь то ты должен слушать тех хотя бы почаще кого-то считаешь с хорошим певцом проблема в том что слушаю в основном теноровых вокалистов сам я баритон какая разница чувак смотри и вот я баритон да я баритон мне ничего не мешает слушать к допустим каких-нибудь нервов и они молжас и все остальное я и спокойно пою эти песни понимаешь тенор баритон это не это не диапазон это тембр диапазон у меня допустим дай может быть 4 октавы вполне где-то он так так есть я спокойно беру их песни поют на все эти высоты которые они же берут хотя я баритон в этом ничего сложного нет это все набирается то есть и пропадает миллионах на век вот это вот эти же самые песни не там не знаю как я забыл легко как-то они берутся без всякого труда без всякого знаешь физических сил сил озадра даже лицо не меняется когда это пою просто потому что это все делается с помощью тренировок а не потому что ты баритон тенор или не забастом перфунду какой-нибудь это тебе не должно останавливать единственное что нас пока останавливает это качество звукоизвлечения это пока где мы находимся то есть да мы сейчас пока находимся не так высоко как нам хотелось бы у нас основной тембр находится чуть пониже но с тренировками по диапазону с тренировками по звукоизвлечению в принципе рано или поздно у нас с тобой получится спокойно воспроизводить эти песни уже в своем удобном так сказать диапазоне то есть для тебя вот вся эта первая октава будет удобным диапазоном то есть нужно стремиться к этому что вся первая октава для тебя ну нормально легко а вторая октава более-менее уже на миксте спокойно берем максимум ну так это что это хорошо от фальцетного пятиголовным звуком то фальцетным ну ладно не надо имею такое ввиду что все что ты берешь головным звуком практически все эти ноты ты можешь спеть громким мощным микстом у нас это голосовой аппарат устроен что в большинстве случаев люди это могут то есть мужской вокал способен спокойно взять практически все ноты которые ты берешь фальцетом способен взять микстом главное это натренировать главное сделать так чтобы это все было приятно без несложно воспроизводить без больших сил и затрат то есть ты не должен сильно напрягать связки ты должен напрягать дыхалку в любом случае больше чем все остальное ты не должен напрягать связки ты должен суженеть сужать голосовой аппарат ты должен напрягать связки ты должен уметь пользоваться резонаторами вот вся фишка в том что весь наш так сказать вокальный голосовой аппарат он находится не только на связках он находится везде вокруг связок если вы правильно очень научимся брать нужную позицию то в принципе нам не сложно петь все что угодно причем даже в оригинальных тональностях нет ничего сложного в этом так хорошо теперь давай смотрим еще раз возьмем те же самые гаммы то же самое да 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 глисандр мне попробуй сделать мы все-таки так и не сделали все верно молодец все правильно делаешь но чтобы это было попроще чтобы было меньше форсирования чуть-чуть посильнее сжимая голос в аппарат не не сжимай точнее неправильное слово выбираю сжимать сжимать это значит что-то напрягает нет не сжимай осужай стоп-стоп-стоп-стоп-стоп не надо так сейчас не как раз таки наоборот ничего не сузил из этого не взял основную до который ты берешь ты берешь немножечко так сказать кривовато каким образом тебя нота звукоизлечения имеют только ты будто выдавливаешь себя этого делать не стоит и нужно пропивать то есть открытый звук с резонаторами вполне себе такой живой попробую воспроизвести просто допе вот эту первую октаву как ты уже взял ноту ты взял и потерял кучу воздуха сделал вот так вот не делай этого еще вот уже лучше сделай так чтобы вы делаешь прям очень гнусавым то есть почему это хорошо что ты выберешь в нос но плохо то что ты не используешь мягкое небо чтобы задействовать резонаторами назальные то есть у нас есть ты поешь в нос не факт что будет работать резонаторы и звук не улучшится звук не станет более насыщенным гармониками когда ты поешь его чисто в нос то есть у тебя получится гнусавый звук и все нам такой не нужен нам нужен звук я использую мягкое небо я использую язык при доставании звука наружу давай немножко недостаточно я бы сказал он звонкий получается сделай звук я и и я я чуть более легкие открыты ты прям очень сильно напрягаешься вот хорошо теперь чтобы вот так вот не тряслось у тебя ничего нормально давление подсвязочное сделай легкие стоп легких и должны сжиматься равномерно то есть и для этого у нас должны быть сомкнуты связки нормально то есть еще раз повторяйте вот эти мышцы шеи немножко напряги пока ты потом об этом вообще задумываться не будешь но пока обращу внимание на это чтобы звук был более звонким в это же время очень равномерно сжимая легкий то есть и я сейчас даже специально йодель сделал легкий для этого но сделать все равно без него вот так трясется капец у тебя вот она видишь слышишь ощущаешь да сейчас лучше уже было а смотри сейчас давай сделаем упражнение такое небольшое пока у нас есть время у нас есть еще да пофиг сколько у нас есть у меня ты у меня последний поэтому дофига нас времени момент такого упражнения чтобы натренировать как раз таки вот это звук извлечения сейчас вот это до 1 октава станет главной нотой в этом упражнении запомнили хорошенько и вот начнем воспроизводить сейчас лучше меня пока не повторяй просто сейчас лучше меня это упражнение я даю практически всем у кого есть проблемы немножко с давлением и смыком вот сейчас они с тобой наблюдаются небольшие внимательно берешь набираешь легкий воздух затем закрываешь связки схлапываешь образно выражать прямо закрываешься все не можешь выдохнуть будто бы понимаешь да чем речь вот все а легкие начинают этот момент сжиматься то есть у нас появляется внутри легких положительное давление следовательно когда мы откроем связки слегка даже чуть-чуть начинаем и начнем их открывать но вот этой нужной ноте у нас начнется очень плотный яркий звук то есть видишь у этого звука нет начала нету вот это нету он сразу из ниоткуда появляется на нужной ноте то есть я его сразу открываю с резонаторами всеми то есть я его направляю сразу в нужные стороны то есть я направляю его и время и через мягкое небо прох провожу его то есть через поднятый корень языка и провожу его сразу немножко в нос воспроизводи попробуй сделать так как ты это понял оп 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 неплохо в целом неплохо то есть начал ты звукоизлечения правильно то есть начало звука у тебя правильно но сам звук ты направляешь немножко не в мягкое небо то есть видишь попробуй сделать звук в расслабоне будто ты рельги сейчас будешь петь и вот так вот и и вот это вот это звук извлечения подмешай к основному звуку который у тебя сейчас был процентов на 20-30 немножко перебор чуть-чуть поменьше его и звук будет ярким плотным четким и сделаем на том же упражнение его то есть чуть-чуть все равно гнусавость осталось все таки давай немножко расслабь 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 вот это вот то что около носа находится немножко звук получается получше да уже получше главное не перенапрягать связки ни в коем случае чувствуешь напряжение в связках значит дело что-то неправильно ну ты их перенапрягаешь короче говоря расслабь связки то есть звук будет плотным ярким звонким но не напряженным то есть вот у меня все максимально расслаблено кроме легких конечно же но не легких не ровно видишь он опять дрожит звук получается любом случае ровным плотным максимально потому что под связочное давление у нас как бы выталкивает воздух воздух сам ударяется в стенки связок при поднимая сами связки из-за этого они вот становятся как парус надуты вот все и это это не позволяет из-за того что вы легкие сжимают с определенной ровной скоростью с определенным ровным давлением и звук выходит ну воздух из-за этого у нас ничего не колеблется лишние разы вот колеблются к стенке края связок с одинаковый что и все ничего нигде там не по не прожимается не продувается а когда давление неравномерное связки начинают быть не как паруса немножко вот так просидать иногда и поэтому у нас получается звук вот такой неровный но то не не непонятно неопределенная поэтому старайся делать так чтобы легкие у тебя работали чтобы они сжимались ну сдавливались мышцами твоими с определенной скоростью с определенным давлением с определенной силой давай попробуй воспроизводить это понял в целом неплохо немножко пережал связки немножко пережал то есть у тебя не должны так сильно работать в этом процессе участвовать они должны просто смыкаться и размыкаться это вся их работа пока что данный момент но неплохо в целом звук уже был неплохой давай еще раз вот под конец стало уже ровнее вот чувствуешь да поддаешь жары легкими подаешь больше воздуха звук становится ровнее он будто бы вот все выравнивается ровно становится прям четким еще раз молодец все хватит немножечко он все еще у тебя гнусавит будто бы да то есть ты чувствуешь разницу между нашим твоим звуком и моим которая вас произвожу если у меня получается у меня не так чувствуется много гнусавости потому что я больше подмешиваю и груди и резонаторов и всего остального но это просто потому что я уже не отдаю этому отчет я уже это делаю на автомате а ты задача научиться как раз таки с нуля сделать звук плотным красивым и звонким то есть то что ты сейчас делаешь это хорошо но прям ты должен прям на ходу понять что тебе в голос добавить чтобы он стал чуть более таким насыщенным красивым попробую прям часто сделать насколько ты это понял так же видишь как он стал дрожать неприятное ощущение появилось прям вот я прям слышу как ты его немножко пережал даже не немножко прям конкретно пережал звук насыщается не этим чувак не этим когда ты делаешь звук красивым плотным четким он у тебя не напрягает ничего нигде не становится больно и где не становится дискомфортно только становится легким простым для воспроизведения то есть твоя задача отталкиваться от самых простых вещей еще раз воспроизведи и по прям на ходу попробуй что-то менять вот сейчас я покажу пример вот как я это делаю может также вот поездить то есть смотри я беру ноту то есть вот эту же самую она по всякому резонирует то есть я беру этот звук и перевожу его в разные состояния на оставляя на одной и той же ноте то есть ты видишь да я будто такой монах какой-то там делаю вот такие же звукоизвлечения всякие этот шаман вот какой-то шаманский звук получается попробуй также погоняя его по разным зонам погоняя его по разным резонатором оставляя на одном и том же месте и найди для себя самое удобное самое звонкое по твоей по твоему звучанию вот как ты его ощутишь у себя в голове попробуй а ничего страшного ничего страшного просто научись в менять его независимости от мод так ну начал уже напрягать ты там чё-то перенапрягать не надо в этот же момент попробую с корнем языка поиграть сейчас ты поездил поучился молодец а теперь твоя задача все-таки научиться работать реально с корнем языка потому что но это единственный момент как нам можно вообще попробовать освоить вот этот вот звонкий звук объясняю то есть вот ты сейчас взял ноту вот ну ты берешь вот так вот немножко в нос ты еще уводишь вот так вот то есть у тебя язык он прижат будто бы к нижней челюсти очень сильный вдавлен вовнутрь вот а наша задача упереть его как бы будто бы в зубы вперед будто бы я вываливаю наружу вишку и звук сразу становится как звонкий противный немножко да работай с этим попробуй поработать с этим ну почти где-то было рядом попробуй на смотри вот как ты воспроизводишь и краткую букву и и и и и и и вот давай на этом слайке возьми эту ноту еще раз и в конце тени вот этот вот звуки краткой буква И чем звонче ты его сделаешь, чем вот на этом резонаторе, на буквой и краткой сделаешь, тем лучше. Попробуй еще раз. Понял? Сейчас звук стал немножечко звонче у тебя, как раз таки благодаря вот этой букве. Почему ней? Потому что буква Н отвечает за назальность полностью, то есть она уводит звук в нос. Если ты букву Н будешь тянуть, она перекроет рот. Все, звук пойдет только через нос. Буква Э – это просто узкий широкий звук. Вот такой Э. А буква и краткая как раз таки позволяет нам мягкое небо сделать податливым для звукоизлечения. Звук получается максимально звонкий, максимально такой назальный. Попробуй еще раз. Еще звонче. Как ты его начал делать? То есть, ты прям выстрелил хорошо. На нем и сосредоточься. Да, 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 да. Вот, с ним попробуй поработать. То есть, сейчас вот прям его, вот этот «Ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней-ней» И поводи его по нотам, вот эти пять нот. они более-менее уже берутся без всякого труда еще раз последняя нотка немножко будто бы ты не до сжал не до уменьшил пространство голосовое но ничего страшно в целом ты дотянул как бы просто найдет дотянулась уже на грани понял да только в конце трястись начался это потому что краски не хватило подсвязочного давления ловить вот эти вот а серьезно тогда отучаемся чувак тогда отучаемся но это привычка знаешь откуда сформировалась оттуда что под конец фразы воздуха всегда мало а я хочется допеть по сути вот она откуда сформировалась то есть тоже самое это все равно проблема подсвязочного давления поэтому давай еще раз на и 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 немножко кривовато но в целом хорошо смотри теперь твоя задача будет в будущем дальнейшем найти но песню любую высокую и начать ее разбирать чтобы мы с тобой начали разбирать любую высокую песню которая нам подойдет в принципе ну тебе покажется классный можно сейчас попробую спрошу вас подойдет песня не подойдет давай 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 мы мы познавались с тобой на дискотеке вроде я приобнял тебя рукой и ты была не против потом повыше дальше ты не такая ты не такая как все особенно я стоп вот подойдет прям песню очень хорошо подходит почему потому что здесь в оригинале звукоизлечения тонкая идет она такое немножко суженая а ты сейчас максимально широко ну я утрирую конечно специально сейчас но тем не менее в идеале то там ты не такая то есть такое легкое звукоизлечения то-то-то-то-то-то ну да 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 то есть я щас утрирую в любом случае вот а в твоем случае сейчас ты делаешь вот таким большим округлым с этим нужно просто поработать и в принципе у тебя здесь будет вполне себе нормальное звукоизлечения я щас не топлю в сторону вот этого узкого твенга вот еще вот такого не больше бы я топлю в сторону такого чуть более западного звучания около такого джазового назального легкого чтобы у тебя песни ты не такая чтоб она прям звучала просто открыто легко и удобно для тебя же на позицию ты уже сформируешь для себя сам ну не позицию а именно фишечку какую-нибудь в этой песне допустим тебя хочешь в этой песне звучать более на зале или набрать более открыто это мы уже сделаем с тобой по так сказать по по ходу развития событий так сказать как как мы услышим здесь твой голос будет дышать красивше ну так и так и сделаем в чем проблема вот я думаю на этом закончим то есть упражнение я тебе выдал некоторые с которыми можно поработать то есть глиссанда сужение голосового аппарата работа со смыком связок с этим всем работой старайся не перегружать связочный аппарат голосовой аппарат чтобы у тебя не было неожиданных зажимов или неприятных ситуаций с этим связанных то есть старайся вырабатывать привычку с повышением ноты сужать пространство голосовое но не не уходи в какого-нибудь питера гриффина или кураж бомбей вот в эту сторону не надо уходить сюда вот нет ни в коем случае уходи в чуть более назальный тонкий звук слушай исполнителей которые умеют выходить наверх на высокие ноты хорошо подражай копируй занимайся вот всем этим делом понял да все думаю на этом будем потихоньку заканчивается то есть как бы ты поющий человек надо просто работать со звукоизлечением с тембром и с повышениями принципе нет ничего сложного в этом просто надо много практики очень много в том случае потому что можешь очень хорошо петь если будешь много практиковаться вот какие-то вопросы у тебя через муж да в принципе не знаю типа такой количественной информации сейчас даже ну да какие-то и были вопросы я бы вот и вот эту всю базу я всегда 2 на первом занятии вот то что я тебе создал я даю прям всем зачастую потому что у многих одинаковые проблемы вот та проблема которая у тебя сейчас она очень похожа на проблему моего ученика который был прям до у тебя хотя все равно вы отличаетесь по некоторым аспектам то есть у тебя чуть лучше интонирование у него интонирование чуть хуже но у него лучше высокий микс у тебя очень хуже то есть люди-то разные но в целом подходят примерно одна и та же пачка такой бандал упражнений просто на держи работой и в принципе более-менее будешь петь то есть главное просто понимать свои все минусы и работать над ними но думаю стала бы восстанавливаться дальше уже смотри сам если что задавай вопросы будет интересно спрашивай что там вот будешь упражняться будет что-то непонятно с любом случае как бы держи в кусах обязательно потому что мало ли что ты будешь делать не так что-то где-то пережимать зажимать чтобы всегда я был в курсе что ты там не не придешь на следующее занятие без голоса вот с этим аппаратом для считывания вибрации со связок чтобы такого не было все-таки будь аккуратен все-таки вокал дело такое вот в целом думаю все заканчиваем да да все просить хотел когда я просто хотел бы послушать все метаморфозы а все эти метаморфозы ты услышишь skype потому что включил skype запись это запись будет в чате а потом я просто отдельно скачаю выложу на стрим понял да все давай счастливо тогда занимайся практикуйся